Новый тренировочный комплекс Югспорт. Заключительная борьба армрестлеров за чемпионский титул во всемирных играх колясочников и ампутантов. За финальным столом сразу два россиянина Владимир Мельников и Валерий Сурков. Несколько секунд и одной правой Владимир кладет себе в карман золото. Проиграл по фалам сперва. Человек очень опытный, Сурков Валерий. Очень опытный. Где-то меня там провоцировал, но тем не менее я выиграл. Российская сборная оказалась не только самой многочисленной, но и самая результативная. Финал армрестлинга практически полностью принадлежал нашим спортсменам. В честь них на церемонии награждения практически не смолкая играл гимн России. Представителям же других стран, если и удавалось подняться на пьедестал, то только на вторые и третьи ступени. Здесь соревновались рукоборцы из восьми стран. И, конечно, сборная команда России заняла первое место, потому что она является абсолютным лидером и среди обычных спортсменов. Ну и спортсмены-инвалиды тоже поддерживают этот уровень. Тем не менее, конкуренция была очень серьезной. Все получили удовольствие от этого зрелища. И зрители, и сами участники. Но не за одними наградами ехали в Сочи участники Всемирных игр. Для Акмала Кадирова, который взял сразу две бронзы международного турнира, побывать в столице Зимней Олимпиады – настоящая мечта. Здесь проходили пара Зимней Олимпийских игр. Это для меня большая честь. Я увидел Олимпийский городок. И какой народ здесь. Природа хорошая, море. Это самое большое желание каждого спортсмена – побывать в этом Олимпийском городке. А затем, чтобы Сочи предстал перед гостями во всей красе, следят городские службы. Жалоб у нас, слава богу, не поступает от руководителей делегации. Мы находимся с ними в постоянном контакте. Идет обычная текущая работа. Рутинная, с одной стороны. С другой стороны, она позволит нам создать тот праздник, которого, собственно говоря, все и ждут от города Сочи. Впереди еще три трудных, но насыщенных спортивными событиями соревновательных дня. Очередные комплекты наград разыграют легкоатлеты, теннисисты, тхэквандисты, стрелки из лука и пловцы. Окончательные итоги подведут 2 октября, в день закрытия всемирных игр ампутантов и колясочников.